Рассматривать философию в историческом аспекте. Поскольку то, что является современностью, да, современностью есть некий результат. И, соответственно, и современные философские учения тоже имеют в основе то, что было когда-то и то, что развивалось. Начало есть не развитый результат, а результат есть развернутое начало. Поэтому, если мы хотим иметь результат, мы должны видеть, как дело к этому шло. Самая важная проблема Платона это соотношение идеала и действительности, ибо мир, согласно Платону, не знает справедливости и не живет в согласии с ней. Как эта мысль актуальна на сегодняшний день? Как мир сейчас знает справедливости или не знает справедливости? Вы знаете, что такое справедливость? Хотя бы что это такое, знаете? Сейчас мы проверим. Ну, имеете представление. Представление есть, а знания нет. Понял. Спасибо. Тогда у вас спрошу. У вас знание есть, что такое справедливость? Или мнение только есть? У товарища даже и мнения нет, только представление. Я вот, например, он представляет меня как рыбу, а я его как мышь. Это же представление, да? Что такое справедливость? Слышали такое слово? Но вы как человек тактичный, помалкиваете. Что вы спрашиваете? Вроде как неудобно даже мне и спрашивать. Дескать, все знают, а тут вопрос. Вот у нас есть свежий человек, вот вы самый свежий человек, который только есть. Справедливость, можете сказать, что такое? И тогда то, что вы там отсутствовали на первых весах, вообще все это даже и вспоминать не будем. Ну, почему-то, что это, но я просто понимаю, что одна же ситуация может... Ну, справедливость не такая однозначная, как кажется, и порой, что для нового справедлива можно и для любого совершенно справедлива. То есть вы как-то так все это так, 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 так... Вот представьте, вы уже университетские деятели, да? Вы учитесь в университете. Вам простой человек приходит, товарищи. Вы в университете учите в университете. Вы не знаете, что такое справедливость, а вы начинаете. У меня есть представление. Или отмалчиваете. Или что-то такое. Говорят так витиеватое. Потом ничего из этого не уголубят. А вот вы что скажете? Не против. Идеальное соответствие моральным канонам. Моральным канонам. Ну, да. А канон какой установят нам? Канон установят? Так и будем. А кто это его установил? Может, это вообще несправедливый канон? Он устанавливается веками. Веками. Ну, то есть... Ну, понятно. Вот Дерипаска, он миллиардер, а вы нищая студентка. Это веками устанавливалось. И это справедливо. Потому что вы неуспешные, а он успешный. Нет. Нормальное установление о том, что голодные должны делиться своим богатством с годами. Они немножко и делятся. Возьмут у вас там 100%, а вам 2% обратно отдадут. И все. И они это соблюли. Они должны все отдавать. А? Все должны? Все это на серьезную норму. Они должны... Не, понимаете, тут какая проблема? Это вам так кажется просто. А у богатых большая проблема. Они же получили это богатство в основном не трудясь. Правильно? Потому что от трудов праведных, говорит, вот моральная экономика, не наживешь палат каменных. Поэтому за известными границами дальше уже идет так называемая прибавочная стоимость. То есть основная масса богатства, которая есть, создана за счет присвоения чужого, неоплаченного труда. Это называется эксплуатацией. Поэтому дорога им в рай закрыта с точки зрения христианской веры. И прямо написано в Библии, что легче верблюду пройти через вольное ушко, чем богатому попасть в рай. Так? Поняли? Поняли. Значит, у них никакого хода в рай нет. А вы, как люди, как студенты, бедные, вы прямо в рай попадете. Поэтому нечего вам и денег давать. Им нужно... Вы же на небе будете прекрасно жить. А у них единственная возможность – это здесь пожить хорошо. Поэтому справедливо, чтобы они здесь жили богато и счастливо. А вы, у вас счастье будет там. Вот будете там летать, ваша душа, мимо райских яблочек. Правда, зубов у вас не будет, и желудка не будет, и рта не будет. И там райские яблочки будут, и райские кощи. Только ничего у вас не будет. Ну, в общем, вам там будет хорошо. А нам сейчас будет хорошо. Ну, вот там еще хочет тот товарищ. Я хочу сказать, что богатый человек – это не всегда плохой человек. А я говорю, я наоборот всегда... Ну, как бы, простите, пожалуйста... А я разве что-нибудь сказал, что он плохой? Нет, я... Я чисто констатировал, что богатство получить можно. Ну, представьте, вот, скажем, самый тяжелый труд, какой у нас есть сейчас. Шахтер. Причем еще тяжелее. Ну, какой? Назовите, давайте вашего варианта. Ну, например, Павел Дуров, он создал социальную сеть. Да ладно, Павел Дуров, что он делал? Он в шахте был, под землей. Вы знаете, что шахтеры... Что шахтеров заваливает время от времени, и известное количество, вот, столько-то тонн угля они выработают, и там будет смерть у кого-то из шахтеров. Такого не бывает, чтобы они не подвергали смертям. Это даже известно. Да хоть ты тресни. Вот представь, что я профессор. Ну, что со мной может быть? Упаду, если только, так все равно невысоко. Ну, что со мной может сделать на моей работе? А вы возьмите химическое производство. Раз, и все тебе обожгло. Или они имеют дело с меламином, например. Вот есть один миллионер очень богатый, Милиниченко. У него 24 миллиарда он в год получает. Из них 900 миллионов идет на зарплату работникам. Эти работники, эти работники, связаны, работают с такими веществами, которые приводят к раковым заболеваниям. А Кмельниченко, то с ними они работают, с этими веществами. И вот у него 24 миллиарда, а у них из этих 24, вот, 23 его, а 900 тысяч, даже меньше миллиарда, идет на зарплату. Ну, все. Что такое полотно? Притянуть можно к себе много. Я могу даже вам рассказать, как много притягивается денег. То есть, я скажу, а что вы такой небогатый? Потому что я не жулик. Вы считаете, что богатый всегда жулик? Нет, богатый всегда эксплуататор. Все время. Эксплуататор, эксплуатация, знаете, что такое? Вот вам, мама, вами занималась, папа? Занималась? А вы пользовались чужим, пользовались каким? Неоплаченным трудом. Это чужой был труд или мамин-папин? Не чужой. Вот если не чужой, то это не эксплуатация. То есть, на маме и на папе можно ехать сколько угодно. Потом дети на вас будут ехать и так далее. Но если это чужой неоплаченный труд, это эксплуатация. По определению, не с точки зрения, хотите, считайте это хорошим. Я, например, если был бы, вот вы бы у меня работали, были бы моим работником, рабом, я бы считал, что это хорошо. А вы бы считали, что это плохо. Поэтому этого единого канона и нету. В обществе, в которых разное положение, какой единый канон? Если я рабовладелец, так хорошо, что у меня много рабов. Ну, согласитесь, да? Вот будете вы моей рабыней, что мне плохого? Ничего плохого нет. Молодая, симпатичная, хорошая рабыня. Есть такой писатель, Пола Баити, он получил Кировскую премию. Хорошо. И он как раз описывает положение рабаев и его ощущения в современном мире, что для рабаев тоже не совсем плохо, если он прав. Конечно, я тоже считаю, что не совсем плохо. Ни о чем думать не надо. Ни о чем. Потому что ты, что дадут, то и съешь. Потому что то, что тебе не дадут, ты и не съешь. Вообще ничего не надо думать. Красота. Отдыхаешь. Зато, правда, жизнь будет короткой. Известно, понятно, что трудятся рабы. Тем более, а потом кому-то интересно посмотреть. Видели сейчас, несколько лет назад, напротив гостиного, там, в хорошем помещении, проходили женские бои в грязи. Не видели? Ужасное такое зрелище. В изи? Женские бои в грязи. Вот девушки там в купальниках. В купальнях, причем в таких, кто, так сказать, верхней части, в трусах и в лифчиках. Вот они в грязи борются друг с другом. А это сидят гогочущая там толпа, которая заплатила денег и смотрит на них. А в этом что-то есть хорошее. Эти просто сидят и разлагаются. А это спортсмены. Видите, как хорошо. Можно как посмотреть. То есть это вот, как посмотреть, зависит от того, с какой позиции. С позиции того, кто сейчас находится в шахте. Конечно, то, что у него отбирает, большую часть его труда. По статистике, по экономической статистике, у меня вот коллега Золотов Александр Владимирович, профессор, заведует кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета. Вот он и еще один коллега, доктор экономической экономики, Мазур, научный руководитель Невиномысского института экономики, управления и права, посчитали, что сегодня рабочие в России свою зарплату вырабатывают за один час. А остальные 8 часов, если 8, а вы знаете, что и по 10 работают, и по 9, и по 12 в нарушении всех норм, которые установлены кодексом. Все остальное переходит к тем, кто является хозяином. А что такое сегодня в современной экономике хозяин? Вот если я хозяин крупного концерна, крупной организации, что я делаю? Я сначала ищу менеджера. Я-то не собираюсь ничего делать. Я буду жить, во-первых, в Черногории, там хорошее море. Мне нужен генеральный директор. Пойдете ко мне, генеральный директор? Да. Сколько денег вам надо дать в месяц? Полмиллиона. Даже и разговаривать не хочу. Несерьезный человек. Полмиллиона. Все это, посмотрите. Ну, ясно, что ничего. Ясно, что ничего. Это серьезная компания, он полмиллиона. Да я даже, извините. Вам сколько надо? Пойдете ко мне? Двадцать миллионов. Три тоже это нет. Какие-то вы бедняки. Что-то... А? Двадцать три. Ну, вот двадцать три, так можно разговаривать. Значит так. Так, вы можете теперь молчать с вами, вообще никто не будет говорить. Двадцать три миллиона. Это вот серьезный человек. Значит, ваше, так сказать, дело очень простое. Вы все делаете. Ко мне ни с чем не надо обращаться. Я вас назначаю генеральным директором. Я хозяин. Вот. Значит, вы там себе впишите 23 миллиона. Я там подпишу, что надо. 23 миллиона вы получать будете в месяц. Пока будет у нас сохраняться норма прибыли, какая сейчас есть. Вот она сейчас, норма прибыли, там, 10%. Как только она станет меньше 10, вы уволены. Понятно? Меня сильно не беспокойте. Вот каждую неделю мне присылаете сообщение о том, какая норма прибыли. Ну, а когда она будет меньше, чем 10, хотя бы на полпроцента, то свои предложения присылайте, кто будет генеральным директором. А вы уже все. Ну, и так вы получали. Пойдете отдыхать, проедать то, что вы до этого получили. Все понятно? Так, а вы вообще никто. Или нечего ей руку поднять? Давайте разговаривать с вами, наверное, не хочу. Вот серьезный человек. Здесь в каком обществе живете, конечно? Ну, люди. Миллиарды. Какой-то Захарченко вшивый 8 миллиардов собрал. А вы даже генеральным директором, серьезной компанией. Вы знаете, сколько в Роснефти получают члены правления? Сколько? Ну, сколько много в месяц? В месяц сколько получают члены правления? Сколько? Ничего не знают. Вот вы это что знаете? А он ничего не знает. 24 миллиона получает в месяц. Вот она запросила нормальный оклад для членов правления. А я ее генеральным назначил. Для меня это дешево. Или Газпром. Слышали такую компанию? Миллер ее оставляет. Путин с ним встречался. Говорили, что самая крупная в мире компания. 15 миллионов по дешевке. Члены правления по дешевке. По 15 миллионов получают только. Ну вот, а бедняк, это середняк. А бедняк у нас кто? ОРЖД. 5 миллионов в месяц. Ну вот сейчас сообщил мне один мой коллега, который работает в банке, что Сбербанк в этом году выплатил членам правления миллиард. Миллиард. Пусть старушки туда все денежки несут, гробовые. Так, что? Хотите сказать, что такое справедливость? Скажите. Нет, я хочу сказать. А, думаете, я забыл, какой был вопрос? Я не забыл. Нет, просто степень ответственности. Шахтера и... Да никакой нет ответственности у вас. Шахтера убьет, и он умрет. Вот это ответственность. То есть, что такое ответственность? Реакция мира на мою деятельность. Вот реакция мира на мою деятельность какая? Никакая. Ну я сижу, ну упаду, если тут. Вот вы меня поднимите и отрекнёте. Какая реакция? Какая ответственность? Чего вы пугаете? Ну не вы буду, я другим буду преподавать. Другие не буду, третьим буду. Что? Какая ответственность? Чего вы пугаете? Ответственность. Вы не знаете, что такое ответственность. У меня была аспирантка. Она тоже не знала, я ей объяснил. Ответственность – это реакция общества на поступки человека. Если никакой реакции нету, никакой ответственности и нету. А какая реакция? Грабят, 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 и никакой реакции общества нету. Наоборот. Вот вы и будете отвечать. Какая ответственность, что у нас три года сокращается реальное содержание всех доходов? Вы гражданин России? Вот ваше благосостояние понизилось до уровня 90,5% до 2014 года. Об этом пишет российская газета, правительственная. На основании данных, представленных Академией народного хозяйства и Государственной службы по президенте РФ. Ну какая ответственность у тех, кто управляет у нас? Никакой. Они получают намного больше, чем вы, а ваша стипендия – это издевательство над студентами. Вам же сказали, что вы должны дожить до следующей лекции моей. Правильно? Ну на полторы тысячи можете дожить? Сколько? Да вы что? Было 1480 же. А мне уже сказали 1500, то есть меня обманули. Вот сволочи. Ну так вы доживете до следующей недели? Вот я чувствую, что в прошлый раз было больше людей. 90 рублей. 1505. Так сколько? Ага, вы хотите, вы очерняете нашу капиталистическую действительность. Вот человек, он знает. Как вам не стыдно? А вы правильно. Но мне такие нужны как раз. Вы там будете людям объяснять, что все у них хорошо. Там же вы с... Хорошие отношения должны быть у вас с рабочим. Мне это все равно. Мне важно, чтобы вы мне раз... Или по электронной площади раз в неделю сообщили. И все. И я буду отдыхать. И у меня самая большая ответственность в том, что это моя же собственность. Правильно? У меня самая большая. И мне надо голову потом будет ломать, когда я вас уволю, кто будет еще в генеральном деле. Так я-то все равно не буду руководить. Зачем мне руководить, если я собственник? Подумайте сами. Какие собственники? Это очень редко как бывает. Так, справедливость. Что такое? Ну, хоть бы сказали, что справедливость – это то, чего никогда не добьешься. Ну, что-нибудь в этом роде вы хоть сказали. Ну, вы что-то, студенты, вы что не знаете, что такое справедливость? Ну, это я в порядке шуток. Подождите, а у нас же ведь есть. Есть, да? О, впервые слышу. Есть справедливость? Только не для нас. Уже по сервису формирования не есть. Не для нас, да? Я еще хотел сказать о другом мюционерам. Чего? Кого эксплуатируют интервью? Не-не-не, вы давайте про справедливость. Вы хотите нас... У нас не дискуссия, мы идем по теме. Справедливые. Вот видите, вот про справедливость пишут. Давно задумывались о справедливости. Так? Вот мы хотим это вот и сейчас. Вы знаете, они уже задумались. Вы задумывались над справедливостью? Я вам, к примеру, подаю этих древних мыслителей, которые были до новой эры. Платон. 427-й, 347-й годы на новой эры. Он уже задумывался над справедливостью. А вы сейчас только задумались. И хотите мне просунуть другое. А вы давайте справедливостью. Справедливость представляется, как в определенной ситуации у всех людей с одинаковым уровнем знаний, с одинаковым уровнем... Да это у вас какая-то... Будет получен равный доступ к влагам. Это точно тюрьма, то, что вы нарисовали. Или СИЗО. СИЗО, представляете, там равный доступ к влагам и гулять всем один час. Не равные возможности, а именно равные возможности при равных... А там все равно. И там и работают все равно, и получают все равно, и гулять все один час. Все хорошо. И я могу вам посодействовать. Я профессор по капитальной экономике и праву. У меня там вот этот хвост есть такой. Скажу, у нас один товарищ хочет в порядке эксперимента посидеть полгодика. Чтобы почувствовать справедливость, как она реализовывается. Но там тоже нарушается. Потому что вот... Не были никогда в СИЗО? Не довелось. А вы зайдите? А, сейчас вы не можете зайти, потому что увезли, это надо ехать далеко. Это вот так. Колпина увезли, это кресты. А раньше кресты были вот буквально до прошлого года, они были на набережной Невы. Вы заходите там, где передачи передают. Можете передать передачи любому арестанту. Он же там в СИЗО. А СИЗО это, знаете, такое? Это граждане, которые еще их не осудили. Они не осужденные, не преступники. Как бы они свободные, но не совсем. То есть они там сидят до суда. А потом может суд их оправдает, а их выпустит. Поэтому они не осужденные. Вот вы можете туда передать, если вы родственник или знакомый, ну раз в месяц. Но вы можете вот дверь так в торце толкнуть, там сидит женщина на компьютере, набирает. И можете заказать, допустим, торт, колбасу, копченую, апельсинчики, яблочки, что хотите, бананчики. Единственная беда, вот если вы принесли эту посылку один раз в передаче, вы можете в месяц, а это можете каждый день, но приносят завтра. Сегодня наберут, и 10 рублей возьмут всего с вас за это удовольствие. Красота. Поэтому там социальное неравенство очень большое в тюрьме. Но если вы там допоздна сидите, а все там сидят допоздна, сидельцы, то в 23 часа вам принесут телефон, хотите на волю позвонить, 250 рублей. Если с кого-то привезти, вам надо с волей. Дороже будет. А один товарищ год назад, это вы, наверное, не читаете про это дело, один товарищ взял по телефону, у него телефон связан с его счетом, заказал вертолет, только говорит, веревка должна быть и палка. И на веревке с палкой вертолет над тюрьмой завис, он сел на эту палочку и улетел. А эти все с автоматами, там, с берданками, смотрели, как он возносится на вертолете. Ну, если вертолет, это значит, что-то серьезное, государственное, вот так и улетел. Ну, поймали его. Зато какой он счастливый был. Счастье уже он познал. Полет. Из СИЗО. Вот так. Так справедливость значит не знаете. А вы самое рассказывали, у меня представление такое, то есть не знаете. Если у меня нет никаких знаний, то я говорю, у меня представление такое. У меня представление, что вы крокодил. И вы меня не опровергнете. Потому что опровергнете можно какие-то знания. А если у меня представление… Вот я смотрю на вас и сразу вижу крокодилу. Ну, как можно это опровергнуть? Да, даже пытаться не надо. А у вас, смотрю, у меня вот счастье прямо. Думаю, сейчас вы скажете, что такое справедливость. Скажите, пожалуйста. А вы не хотите счастья. Да, у вас. Может, вы меня осчастливаете? Я не знаю, что такое справедливость для меня. Для меня. То есть у вас, это вот товарищи, сторонник субъективного идеализма. Она знает справедливость для нее. А для народа, для страны, для мира. Каждого есть своя справедливость. То есть я вот беру камень и бью вас по голове. И считаю, что моя справедливость позволяет вас камнем стукнуть по голове. А ваша справедливость возражает против этого. И вы умираете. Если бы этот ответ был конкретный, вы бы не задавали такого вопроса, что это просто поводилось. Нет, я вот как раз вы не были на предыдущих. Я как раз объяснял, в чем отличие субъективного идеализма от объективного. Или вообще субъективной точки зрения. И вот такая категория, как справедливость, она только субъективная и чисто. Тогда мы никакого общего языка не найдем по вопросу о справедливости. У каждого своя. То есть вы сказали, у каждого своя. Да, так и на этой точке зрения и стоят. Там Патанин считает, что справедливо было уничтожить машину ГАЗ Волгу. И привезти сюда Эстарьо из Америки, которая самая худшая машина какая была в Америке, Крайслер. И привез ее для того, чтобы уничтожить вот эту всю структуру, которую выпускала Волгу. И тогда стали выпускать Волгу Сайбер, то есть Крайслер. Немножко поупускали и прекратили. Итог. Нету больше машины. Или какой-то американец. Приехал Валентин Иванович Матвиенко, когда была губернатором. И сказал, давайте я куплю у вас сестерорецкий завод инструментальный, который был у нас оружейный. Петровский завод. Выпускал пулеметы, автоматы. И в свое время трехлинейную винтовку лучшую в мире выпускал. Купил это предприятие. Через некоторое время привезли строительный мусор и засыпали стадион, в низочке там был, через который прошли все жители сестерорецкого. Все дети, и взрослые, и так далее. А потом уничтожили сам этот завод. И стоят эти разруха. Нет его. У него своя справедливость. Он что сделал? Уничтожил конкурента. Уничтожить конкурента, это же хорошо. Как нет? Это вам не хорошо, а мне хорошо. У меня своя справедливость. Это вам нет, а мне да. А вы наоборот скажете, если вы меня съели. Я скажу, мне нехорошо. А вы скажете, а мне хорошо. А где вы находитесь? Рынок, что-то вам говорят. Мы пришли на рынок. Что такое рынок? Что такое конкуренция? Это соревнование, это мы соревнуемся, кто лучше выучит философию. У вас лучше получается, чем у меня. А я тогда, вы тогда прошу вас, и вы мне помогаете. А я вам помогаю. Мы сотрудничаем, продвигаемся. А если конкуренция, или вы, или я. Ну, конкурент-то понимаете, что или я выживу, или вы выживу. Значит, я должен съесть конкурента. И съедаю. А если вы со мной говорите, вы должны меня съесть. Вы осознаете, в каком обществе мы живем. Так? Так. А вы тут все это идеологически подготавливаете. У каждого своя справедливость. Она меня съела, это справедливо. Почему? Да потому что, раз она меня не съела, я слабый. Она сильный. Сильный должен выживать. А слабый пусть уходит с рынка. Нечего тут занимать место. Правильно? А если я ее съел? Я взял и понизил цены. Она разорилась. А я потом взял и повысил в три раза. И вы ее уже стали разоряться. А вы говорите, ну, раз и Михаил Васильевич ее съел, значит, она слабая. Слабым не место на рынке. Логично? Логично. Все, убрать ее. Это же рынок. Вот об этом говорили Гайдар. Об этом вот Ясин выступает сейчас. Выбор Ясин. Поехал в Москву. Это очень современно. Вы нас плохо? А? Вы нас плохо? Почему? Если я вас съел, мне хорошо. Почему плохо? Очень хорошо, если я вас съел. А если вы меня съели, мне плохо. А как вы говорите, что рынок плох? Как он может быть плох? А? Это вопрос. Это не вопрос. Это не вопрос. Нет, нельзя сказать, что рынок плох. Рынок, нельзя, нет такой единой точки зрения, с которой бы... Разные интересы у нас. Но вы не знаете, что такое интересы. Если я спрошу, то вы не скажете. Как это мы уполняем, и он исходит. Да, потому что есть интересы психологические, которые, может быть, вы даже и знаете. Вот если сейчас вам я заинтересовался, то вы объект моего внимания. Вот не вы, а она сейчас объект моего внимания. Имейте в виду, вот она. Вот я ей заинтересовался. А потом раз, я переключился на него, он объект моего внимания. То есть интересы с точки зрения психологии, это концентрированная направленность внимания на удовлетворении каких-то объективных условных потребностей. Вот мне интересны студенты, вот вы мне интересны, и вы, а вы все не интересны. Так, но это психологические. А есть экономические интересы, там даже и в русском языке по-разному. Интерес может к чению, к пению, к рисованию, к человеку. Почему интерес? А если говорят об экономическом интересе, заинтересовался в чем? Вы заинтересованы в том, чтобы сдать экзамены по философии на отлично? Это я не спрашиваю, интересуетесь по философии или нет. Но то, что вы заинтересованы в том, чтобы сдать на отлично, это объективный факт, правильно? Студент заинтересован в том, чтобы получить прочные, глубокие знания. Это я не спрашиваю. Будете вы заниматься? Не будете вы заниматься? Как вы получите? Но вы-то заинтересованы же, правильно? Ну вообще вы молчите. Я все равно знаю, что вы заинтересованы в получении прочных знаний. и не только. И в оформлении того, что вы имеете прочные знания, потому что вам попадете, кто вас... Я-то так знаю, что вы все знаете. А есть люди, которые вас впервые увидят, а у вас диплом будет написан на Бакалавра. Там написано «Философия отличная». И зачем другое дело? Поэтому в обществе, где противоположное есть положение у людей, есть противоположные антагонистические интересы. Поэтому не может быть и одинакового понимания справедливости. Поэтому справедливость у тех, кто приобрел общественные богатства тем, что он их захватил, когда разделяли общественную собственность, у них, естественно, точка зрения такая, что это справедливо, просто вы не успешны, вы не успели побежать. Я, впервые, прибежал, забрал Абрамович, Рома, скромный мальчик, сейчас миллиардер, купил Лондонский клуб. Все это справедливо. А тут вы пришли, все равно говорят, нет, это не справедливо. У вас другая точка зрения справедливости. Вы сами сказали, что у каждого своя. У вас своя. То есть вы ходите со своей точки зрения, а я, Абрамович, буду летать только на самолетах. А вы как хотите. Потому что у каждого справедливость ваша точка зрения очень устраивает ныне, вот так сказать, того самого богатого класса, который у нас есть. Очень это отличная просто позиция. Ну, а и отсталые люди вроде меня, которые еще немножко занимаются наукой, они знают историю вообще, вопрос о том, как понимали справедливость. Справедливость? Справедливость берется не с позиции какого-то отдельного человека. А в обществе есть ли справедливость? Есть справедливый в обществе, есть несправедливый. Или справедливость усиливается, или справедливость ослабляется. И наиболее, более развитое и современное понимание справедливости состоит не в том, что мы будем все одинаковые. Что вот вы будете только ходить вот в синих костюмах, и все вы в синих платьях, и вы тоже в синим придете. И чтобы я черного больше не видел. Вот не так. А равенство в смысле уничтожения классов. Что не будут люди делиться на группы по положению в производстве. То есть каждый в какой-то мере, и люди умственного труда, будут какую-то часть труда физического тоже осуществлять. Хотя они и так уже осуществляют. Вы, наверное, картошку зачистите, пол-то подметаете, белье застираете, в том числе с помощью машины. Это хорошо, что с помощью машины. Но это какой труд? Материально-производительный. И в то же время вы сейчас занимаетесь освоением богатств человечества. А это сейчас еще не труд у вас, а учеба. А труд будет умственный. И так далее. Вот преодоление различий между городом и деревней людьми физического и умственного труда дело долгое. И, скажем, тот же Ленин, в государстве, писал, что справедливости и равенства первая фаза коммунизма, то есть социализм. Справедливости дать не может. Неравенство остается, и неравенство несправедливое. Маркс в ритмской годской программе тоже писал, что справедливости и равенства не может. Потому что распределение по труду при социализме. Один здоров, другой болен. У одного много детей, у другого мало детей. А по труду платят одинаково. Сколько ты трудился, столько получи. Но есть, правда, общественные фонды потребления, там другой принцип. Вот, скажем, принцип было распределение жилья какой? Если у вас большая семья, будут в соответствии с количеством членов семьи вам давать жилье. Если маленькое, то меньше дадут. А сейчас другой принцип. Сейчас принципы есть, деньги есть. Вот профессор Ященко у нас был такой создатель системы социального планирования. разведчиком был в войну. Фронтовик. Очень известный и очень принципиальный. Он говорил, сейчас, говорит, другая система. Деньги есть, Иван Петрович. Деньги нет, паршивый сволочь. Это не та категория, которую вы берете. Он сделал в интересах своей страны. Вот я вам не случайно дал категорию, которую надо тут употреблять. Человек действует в интересах своей страны. Вот все разведчики делают в интересах своей страны, а в других странах их кем считают? Шпионами. Нет. Как называют-то? Шпионами. Шпионами, да. Вот я разведчик только в своей стране. А если я поехал в Японию, в Португалию, в Америку, и я нахожусь... У нас кто возглавляет службу внешней разведки? Не заметили? То есть на кого вы делаете? Нарышкин. Нарышкин был главой палаты парламента. Вот Нарышкин запросил его и на службу внешней разведки. Чем он занимается? Вот там есть люди, которые... Он-то открытый человек, как бы снаружи вроде бы, как известно, что он руководитель службы внешней разведки. Против него сделаны санкции. Но только что недавно он ездил, как вы заметили, в Америку. И несмотря ни на какие санкции, с ним встречались руководители ФБР, потому что они решали вопросы, общие вопросы борьбы с терроризмом. Привали на все санкции и на все эти самые разговоры. Раз, и поехали. Вот у него разведчики во всех остальных странах их ловят, и они шпионы. Но поскольку шпионы есть везде, то если вас поймают, то теперь ждите, когда поймаем шпирмы. И тогда мы поменяем вас. Это вот нашего разведчика, на вашего разведчика. И вам будет хорошо, и нам будет хорошо. И это делается систематически. Это, так сказать, они контакты имеют. И это все знают, что будет скоро поменять. Так вот, правильная будет, если мысль вам вашу выразить, что человек может приехать в другую страну и в этой стране являться кем? Агентом. Агент – это шире, чем шпион. Агент – это действующий, в интересах того, кто его направил. Агент может быть скрытый, а может быть явный. Вот я, например, агент класса буржуазии. У нас же буржуазное государство. Государство у нас буржуазное. Ну, а у нас университет государственный. Государственный. Вот я от имени правящего класса буду воспринимать экзамен. Кто не будет знать категорию философии, а в интересах правящего класса, чтобы отсюда выходили люди, которые знают категории, не будут знать. Два. Что такое государство? Это машина насилия. Это страшно. Я представитель у вас от этого государства. Кошмар. Даже мне самому страшно. Но все сдают хорошо. Могу вам сказать, на отлично в основном сдают. Но это не значит, что мы не будем требовать и так далее. Это вот я в этом смысле агент. Но агент может быть скрытый. То есть он делает вот одно. Я вот вам бы порекомендовал фильм «Спящий», и даже в интернете мы даже анализ такое сделали фильм «Спящий». Три человека. Пучков, Жуков и я. Где-то посмотрело 330 тысяч человек на опер.ру. Анализ. Причем мы говорили об агентах. Спящие – это те, которым, скажем, 15 лет. Вот вы агент, допустим, американский. Нет, вы не будете. Вы не будете. Вот он, агент, американский. Не на того направил. 15 лет вы должны чего? Продвигаться по службе. Может быть, вы в ФСБ можете служить. Там выяснилось, что в ФСБ есть такие. В Министерстве иностранных дел кто-то сидит. Кто-то находится во внешторге. Кто-то в научном институте. Задача такая вам. Деньги вам платятся. Никаких заданий 15 лет вам не будет. Через 15. Ну, а в один прекрасный день, лет через 15, вы пойдете в метро, там вместо карточки, вы видите там раз, и там написано, пора просыпаться. Вот это называется, эти агенты называются спящими. Есть люди, которые все время действуют в интересах иностранных государств в рамках демократии. Демократия не мешает, допустим, Явлинскому все время отстаивать интересы американской буржуазии. Он ее отстаивает. Большинство он не получит. Есть люди, которые за ним стоят. Он все время действует в этих интересах. Ему в свое время платило ЦРУ. Сейчас не платят, поэтому сейчас какие претензии? У него мнение такое. Он отстаивает. А это люди, другие. У них ничего они не высказывают, никаких мнений нет, они просто действуют. А потом обнаруживается, что все проваливается в этом ФСБ, потому что там в самом центре аналитическом сидит человек, который все операции, так сказать, контролирует и все делает. И вот в этом фильме как раз и показана борьба одного товарища из ФСБ с другими товарищами, которые из разных... Спящие называется телесериалов. Очень интересно посмотреть. И я бы сказал, даже познавательно, потому что это делалось достаточно профессионально, хотя каждый профессионал скажет, ну, тут не все это, тут сказочно, где-то тут сделано. Смотрится интересно, да. Вот в 91-м году разве не они брали за основу построения демократии... Что взяли за основу? Не американскую демократию взяли построение демократии в России, экономику и прочее. И контролируют уже... А американская демократия, а вот демократическая партия, она когда была война севера против юга за освобождение от рабовладения в Соединенных Штатах Америки, демократическая партия была на какой стороне? На стороне рабовладельцев или на стороне тех, кто боролся с рабовладением. Вы не знаете? Я советую вам узнать. Вы же с исторического факультета? Демократическая партия это партия рабовладельцев или партия борцов с рабовладением в Америке? Я положу, что рабовладельцы. А? Положу. Что? Я положу, что рабовладельцы, но точно не знаю. Да, да, просто да. Вот рабовладельцы юга назывались демократии. Демократическая партия это была партия рабовладельцев юга. А республиканская партия, это была партия капиталистов севера, то есть прогрессивные. И она выиграла. И рабовладение, когда закончилось рабовладение в Соединенных Штатах Америки? Вы хотите образцы брать с таких стран? Рабовладение когда закончилось в Америке? Ну, когда? В 19-м году. В 80-м. До 100 лет. А точнее нельзя, это же событие. Ну, когда? Ну, хорошо. У нас крепостное право было? Вот крепостное право, это относится к феодализму, а рабовладение относится к, сами понимаете, это еще эпоха предыдущая. Так вот, у нас крепостное право закончилось в каком году? В 69-м году. Ну, а рабовладение в Америке куда? В 62-м. В 62-м. Практически. Да. Короче говоря, у нас уже было к этому, что вы хотите брать лекала, к из тех, которые еще рабовладение у них. Было? Экономика. Что экономика? В Америке. Экономика у них буржуазная, они рабовладельческая. Они большие достижения достигли в области экономики. А темпы роста у кого были больше у Советского Союза или у Америки? Ну, Россия вот была на каком месте в 1913 году? Почему? По какому? По демену роста. По общему объему производства. На каком месте была? На четвертом. На пятом. На пятом. А Советский Союз на каком месте оказался в 80-х годах? На каком? Не, ну что вы говорите, мы не на первом. На втором месте мы были. А по производительности, да не на втором, а на третьем. Было США, потом Франция, капиталистическая. Потом Советский Союз. Ну да кто быстрее развивался? Какая страна? Страна социалистическая или страна буржуазная? Вот пришли люди, которые говорят, давайте будем делать как те, у кого темпы роста меньше. И у нас стало ноль. Сейчас какая у нас темпы роста? Ноль. Ну, около ноля там, чуть побольше. Уже там в рамках статистической погрешности. Поэтому наше статистическое управление переподчинили сейчас Министерству экономического развития. Это просто так вот, ну прямо видно, чтобы... Ну, чтобы если вы мне подчиняетесь, так вы что там насчитали у меня какие-то темпы роста? Не приходите с такими в уголе. Ну, как можно взять и подчинить Министерство экономического развития тех, кто должен объективно считать? Недавно переподчинили, в связи с тем, что как-то надо натягивать хоть что-то, пока... Вам не кажется, что все наши миллиарды страны, то, что все наши миллиардеры хранят деньги в доллары? Они вот побаиваются сейчас, потому что там вот санкции, они возьмут и заберут эти деньги. И что делать? Поэтому сейчас большой бум, миллиард прислали в Сбербанк, сейчас прислали денег, миллиард долларов. Вот буквально за январь. Поэтому они же объявляют, там же нет никакого у вас, никакой управы у вас. Вы храните там, а завтра они вам скажут, все, мы вам это дело... Они не скажут, что мы забираем, скажут, мы арестовываем. Что значит арестовываем? Вот вы миллиардер, а я в Америке, вы храните у меня деньги в банке, да? Ваше мы арестовываем. Для выяснения, может быть, вы правы, а я не прав. Но мы пока арестовываем. Что это значит арестовываем? Вам деньги нужны? В кредит. И вам, вот у вас, допустим, миллиард, вам 330 миллионов в кредит даю, а я, конечно, получу процент, правильно? Вам 330, вам 330 миллионов. Из каких денег? А из его. Они же арестованные, то есть он ими не может пользоваться. А я-то? Они у меня же в банке лежат, поэтому я могу пользоваться. Банк – это какая штука? Вот человек набрал 30 миллионов, может, кого-нибудь зарезал. А вклады в банк могут быть очень большие. И большие ставки делают как раз, слабые банки. Они такие большие, дескать, что вы пойдете в Сибербанк? Там маленький процент. Идите к нам. Вы пришли к нам. И я ваши деньги даю в рост и, так сказать, собираю себе. Большие деньги. Что я делаю? Я расставщик, а не банкир. Потому что если я вас спрошу, что такое банк, вы сейчас не ответите. В экономическом смысле, что такое банк? Потому что если я просто даю деньги в рост, я расставщик. Это было в средние века. А будете не отдавать, будете в яме сидеть. Пока ваши родственники не соберут или знакомые не отдадут, тогда вы вылезете из этой ямы. А так и забудем вас в этой яме. Ну, так делали. Это справедливо. Конечно, она взяла долг и не отдала. Безобразие. Согласитесь, справедливо, что мы ее положили, посадили в яму. То есть пока до справедливости еще человечество не дошло. Пока. То есть если и всякие такие разговоры, что социализм был справедливым устроем, тоже неправильно. Тоже было несправедливо еще общество. Вот полный коммунизм, там он может на это претендовать, когда уже бесклассовое общество. А социализм нет. Сейчас нет ни одного справедливого общества, ни одной справедливой страны. Ну, степень справедливости разная бывает. Даже если вы возьмете неравенство, в самых разных странах, вот есть такое понятие, как децильный коэффициент. 10 – это вот доходы, 10% самых богатых и 10% самых бедных делим. Вот в странах скандинавских 3-5 где-то это соотношение. Перейдете вы в Европу – 5-7, в Америку – 9, в России знаете сколько? 32. Вот у нас товарищ был директор, приезжал сюда на дни философии в Петербурге, директор Института океанологии и член Президенового Академии Наук. Вот он здесь нам рассказывал, что вот он считал эти 32%, хотя официально считается 16, но на самом деле 32. Но 16 тоже превосходит то, что в Америке, и намного, там 9. И он, если вы наберете, допустим, 13 теориум, это его вот работа, просто в поисковике 13 теориум, то он там говорит, что если мы бы перекинули из верхней, половины, так сказать, вот самые верхние строчки от самых богатых, и с десятками это берется, по 10%, в нижнюю мы получили бы, как в Америке, 9. А у нас, я вам сказал, что ваши, и ваши доходы в том числе, потому что я не зарплату взял, зарплата относится к работающим, а к ученикам или к учащимся зарплата не относится. Значит, за три года сократилось реальное содержание соответствующих, так сказать, пособий, там, зарплаты, стипендии, пенсии, на до уровня 90,5% от 2013 года. То есть сейчас почти на 10% ниже, чем в 2013 году. В это же время, за 16-й год, по данным той же Академии, о которой я говорил, Народного хозяйства, Государственной службы, Президенте РФ, за то же самое время, в 16-м году, только за один год, количество долларов-миллионеров выросло на 10%, а количество долларов-миллиардеров на 11%. И это очень легко сделать. Для этого не надо экономику развивать. Если всем, вот, с каждого студента взять 10%, как раз и хватит для того, чтобы появились новые миллионеры и миллиардеры. А взяли не только с каждого студента, и с каждого работника, и с каждого пенсионера, со всех. Ну, раз понизил. У нас, если темпы роста экономики близки к нулю, туда-сюда колеблются, значит, если у кого-то убавилось, значит, у другого прибавилось. Никакого секрета тут нет. Я так понимаю, что сейчас происходит в следующей ситуации. Деньги изымаются из социальной среды. Вот от нас, от людей обычных. Они кумулируются властью. Как это? Я не понимаю. Нет, так нельзя сказать. Как это из социальной среды? Общество. Общество и власть в обществе. Все в обществе. Никуда они из общества не изымаются. Они все крутятся в обществе. Поэтому... Контролируют все и кушают. Что? Контролируют все и кушают. Ну, контролируют, да. Ну, а почему? А что у вас тут волнует? Вы хотели демократию? Вот вам демократия. А мы не хотели. А вас никто не спрашивал? Ну, вы не хотели, значит, вы не хотели. Ну, уже пришли, уже демократия. И все. Ну, есть разные демократии. Вот была родительская демократия. Рабы участвовали в этой демократии? Нет. Они не люди. А вы считаетесь людьми. А вы люди. Вы люди. Но вы прекрасно понимаете, что вы определяющего значения на то, кто будет там руководителем, не играете, не имеете. В той же Америке. И в той же Америке тоже. Там есть две партии. Хотите, голосуйте за демократов, хотите за республиканцев. Разницы никакой. Вам надоели демократы? Голосуйте за республиканцев. Надоели республиканцы? Голосуйте за демократов. В нашей Америке. Почему? У нас лучше. У нас четыре партии. Больших. Четыре в парламенте. Вам не нравится единая Россия? За справедливо. Не нравится справедливо. За ЛДФР. Не нравится справедливо. Идите за КПР. Результат тот же самый. Вот эти четыре партии сидят там. Им платит государство по законополитическим партиям. Вот если они на выборах в Думу. В федеральное собрание. Сколько это провели? Получили голосов? По 150 рубля. По 152 рубля за голос. Официально. Так? Вот если, скажем, я КПРФ и мы получили миллион голосов. Сколько он миллионов получает в КПРФ? 162 миллиона. Так это же хорошо. Это же политический бизнес. Вам не нравится это? А вот людям нравится. Некоторым, которые получают. Там зарплата сколько в Думе? В Думе 450. 402. Не надо. И так не справедливость. А вы еще запугиваете людей. 420 тысяч всего. Это вывод от страха, что у вас такая стипендия. Таких что-то там за... Не надо. 420. Ну вот, допустим. А есть два закона у нас о пенсиях. Пенсионных. Один называется красиво так. А пенсию... Закон о трудовых пенсиях в РФ. Хорошо. А есть еще закон о пенсиях в госслужащем. Ну, от трудовых вы знаете. Много не получите. А по закону о пенсиях в госслужащем, если я 10 лет пробыл в госслужащем, то я получу 75% от дохода по занимаемой должности. От 400, пожалуйста, до 75% от считайте. Сколько будет у меня пенсия? Если я госслужащий? 300. 300. Не надо там ее всякие. 300 и все. 300 тысяч. Ну, такой бедный пенсионер, 300 тысяч в месяц в пенсии. Хорошо? А вы мне говорите, будете доказывать, что это плохое общество? Да это замечательное общество. Я за это общество жизни отдам. Вашу. Ну, свою-то нам не... Зачем же я свою-то отдавать буду? Ну, мы немножко отвлеклись. Это о чем говорит? Мы не отвлеклись. На самом деле, вот что говорит наше обсуждение? Что вот этими философами древними затронуты такие вопросы, которые остаются по-прежнему суперактуальными. И они, если тогда они не решили, то и этот вопрос о справедливости, он как бы не решенный еще человечеством. Поэтому мы должны его так, как нерешенный вопрос и понимание. Поэтому мы, когда вот изучаем эту историю философии, мы все время хотим-не хотим сопоставляем и с современными философскими теориями. Я, например, вот сокращенные курсы читаю прямо. Вот курсы, так сказать, вот современная философия, так сказать, от простого к сложному и все. А здесь мы... У нас больше часов. Здесь вот на историческом большие курсы, и мы имеем возможность пройти себе этой историей, чтобы видеть, откуда корни-то, откуда это все появилось. Это же не просто вот так вот. Раз в голове появилось, там у Гегеля, или у Маркса, или у кого-то еще. Так. Так вот, самая важная проблема Платона, дорогие товарищи, это соотношение идеала и действительности. То есть, вот какой-то вы идеал построили в своей голове, как жизнь надо устроить? Я даже вас не спрашиваю. У вас какая-то есть идеальная картина мира? Как бы вы сделали? Ну, вы бы сделали, как мы с вами уже обсудили. Вы генеральный директор, я хозяин, я вам не мешаю, вы совершенно свободные, денег у вас много, вы себя уважаете, вас все уважают, поскольку у вас денег много. И все. Володя, буквально два слова, а то у меня лекция. Ну, да, скиньте, на всякий случай. Захвачу, захвачу. Да, конечно. Да, договорились, спасибо. Так, ну вот, идеалы и действительность, вот идеалы. А идеал какой-то общий должен быть или идеал у каждого свой? Тут уже такая идея прозвучала, да, идеал. Каждый построил свой идеал и, так сказать, думает. Или какой-то есть идеал, или идеал классовый, может быть. Конечно, скажем, целый класс буржуазии считает, что получать прибалочную стоимость хорошо. Потому что хорошо. Вот если я собственник, и у меня есть, то я, конечно, буду блокироваться и соединяться. Это вот такое, вы слышали, пролетария всех стран, соединяйтесь, да? А если мы буржуан, и буржуазии всех стран, соединяйтесь. Это разве плохо? Давайте мы все соединимся, и тогда вы нас не победите. А у нас и деньги есть, и предприятия есть, и силы есть. Поэтому они так-то просто вот нас победили. Это называется вот буржуазный интернационализм. Знаете, как называется? Не знаете. Девокатерин. Нет, он называется космополитизм. То есть вроде как я патриот. Если у меня в стране хорошо идет дело, я заоран на родину. А потом вдруг я смотрю, там мне было бы то получить. Семьи заключить. И я туда поехал. Там, где богатство, там моя родина. Правильно? Это космополитизм. Мы все друзья. Мы все, так сказать, заодно. Поэтому на всякий случай мои дети пусть там живут. Там я буду сдержать свои капиталы. А вдруг тут у меня будут отбирать? А я туда. А там будут убирать? Я сюда. А в чем выкинули то, что большинство людей не замечают? Это богатый? Что большинство? Людей не замечают? Потому что большинство людей, потому что есть вот то, к чему еще мы не дошли. Но раз уж вы спрашиваете, немножко забегаю вперед. Есть такое положение, материалистическое. О материализме уже говорили сегодня на лекции. Но есть такое понятие, развитое уже значительно позже, в XIX веке, понятие исторического материализма. Что такое исторический материализм? Применение материализма к истории. А материализм, примененный к истории, имеет свой главный тезис такой – общественное бытие определяет общественное сознание. Вот это важно зафиксировать. Самый важный тезис. Общественное бытие определяет… Не индивидуальное бытие. Индивидуальное бытие не определяет сознание. Вот есть тезисы Маркса о Фейербахе, где он говорит, что человек, если вас интересует, вы как вы, вот, вы как, вот, кем будете или каким вы становитесь, человек есть продукт обстоятельств и воспитания отдельный. Поэтому, например, вы можете видеть, что вот те же самые декабристы выступали за освобождение крестьян. Был такой человек, который написал «Путешествие из Петербурга в Москву, его преследовали», а он вообще-то не крестьянин. Правильно? Был Ленин, который дворянин, по своему положению. 16 лет получил дворянство, его папашу получил. Был Энгельс, у которого папа – фабрикант. Поэтому у нас вот проспект Макса убрали, он теперь большой, самсонический. А Бенгельса не тронули, как вы его можете тронуть? Сейчас время буржуазное, а он фабрикант. Поэтому этого нету. То есть каждый человек отдельный из продуктов обстоятельств и воспитаний. Вы встретили кого-то, и он на вас так повлиял, что вы, вот, это повернуло там вашу судьбу. Поэтому какие люди становятся, какими они становятся, это индивидуально все решается. И такой вот этот механистический такой взгляд, что то, что я ем, то и есть. Вот вы не видели рекламу в метро? То, что я пью? Я – это то, что я пью. Это ужас вообще. Такая девушка симпатичнее. И она то, что она пьет. То есть если я пью вино, я кто? Вино. А ты есть людей, будешь человеком. А? Будешь есть людей, будешь человеком. Будешь что? Человеком. Если людей есть, будешь. А, логично. Вот это логично. Да, это сильно. Если большинство есть, севенья. Да, севенья, значит. Да. Не, ну там прописьет. Да вот это вы расширили. Давайте рекламу засадим такую. Пусть покупает мясо. У нас. А у них мясо пусть у него не покупает. Он пропадет, а мы разбогатеем с вами. Вот у нее жилка есть, вот правильная. Мы сразу с ней нашли. Но я у вас буду все-таки хозяин. Вы уж извините, потому что вы без этого руководства не можете. Не зайдете ни туда. Мало людей найдете. А со мной вы так будете. Обороты, вот все. А вы, вот, а вы, сантропа, это голодьба. Что, вам и слушать этого не надо. Это вам все-таки они поможут. И так далее. Так, возвращаемся все-таки к нашим баранам. Значит, соотношение идеала и действительности. Вот проблема, с которой бился Платон. И он, кстати, известен тем, что сказал, что вот надо, чтобы государством управляли философы. И есть такой один философ, который управлял государством за всю историю человечества. Кто? Ленин. С Марком Ленин. Нет. Ленин. После Ленина, вот, ни один человек науку логики не прочитал. Из государственных деятелей, например, в Советском Союзе не прочитал. Ни один. Ни один. И поэтому, раз они не прочитали науку логики, вот есть такая очень резкая статья у Ленина, называется «О значении воинствующего материализма». Не задолго перед смертью он написал, что если мы не будем изучать науку логики, диалектику, философию, то мы не сможем устоять перед натиском реакции лжи. И наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. Он это написал, умер. И никто после него из руководителей, так и не... Я говорил про советских руководителей, все лисички. А буржуазных то же самое. Вы никого не назовете, кроме Ленина, кто реализовал мечту Платона. Никого. То есть, Ленин же, как и террор. Что? Террор, которым он руководил. Кто руководил? Террор. Я говорю о том, кто из руководителей государственных первых лиц был философом. Один Ленин. Вы можете все угодно потом говорить. Это все, у нас все дискуссионное сейчас, правильно? Но вот то, что я говорю, это не дискуссионное. Это факт просто истории. Нет никого. Ни то, ни после. За всю историю человечества. Поэтому его все равно и уважают. Или за то, или за то, или за это, или за пятое. Ну, уважают, это вовсе не значит соглашаться, правильно? Это разные вещи. Что значит, что я должен с вами согласиться? Мало ли, что вы там наговорите. А уважать я вас уважаю. Ну, вы даже ко мне вот и все ближе подсели. Я, правда, видел, что вы от солнца убегаете. Но я это истолковал, что вы все мне роднее и роднее. Мы же философы. Философы – это люди такие. Они так все обставят. И вы также, вы должны тоже вот это все научиться, этой самой диалектике. Так, ну вот. Платона считает родначальником философского идеализма. Учение, в котором мышление, дух, идея существуют объективно и независимо от человеческого сознания. И что идея все порождает. Все порождено идеей. И в этом, как во всяком учении, есть что-то разумное. Например, если вы что-то хотите сделать, правда, что вы сначала задумаете, а потом будете делать. А если вы не задумываете, то это вообще будет беспорядочная, это какая-то ненужная кутерьма. Ну, я не уверен, что вот идеализм вы уже усвоили. А что такое идея? Вот я сейчас спрошу, и не факт, что вы скажете. Но это не ваша беда, вина, потому что я вам должен это объяснить. Идея кто-нибудь сможет сказать? Что такое идея? Вот вы скажите, что такое идея? Вот то, что потолок, белый и свет горит, это идея? Странно, да, кажется, что это идея, что горит свет или что потолок. Или что здесь сидит сейчас 6 человек. Это идея? Нет. Я такие вот, если, представьте, я буду описывать то, что у нас есть. Сяду на лавочку около дома и буду рассказывать. Цены растут, стипендию не повышают, студенты плохо занимаются. И вот это все, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И старушке будет с удовольствием слушать и охать. Я буду все рассказывать. Идея тут есть хоть какая-нибудь? Никакой идеи нет. Идей мало, мыслей много. Это все мысли, мысли, мысли. А идея, что какая мысль называется идеей? Попробуйте сказать. Не знаете? Да вот если все отражается, значит зеркало отражает очень хорошо все у вас. Только то, что было с правой стороны, будет с левой. Озеро отражает. Вот птичка летит, а у нее веточка в клюве. И все отражает. Ну, когда упадет веточка, немножко будет рябь, хуже отражает. Но отражает. Лужа, над которой вы наклонили, грязная, тоже отражает. То есть, если это отражение, это не идея. Может быть, идея, это новая мысль, которая возникает на основе предыдущих обработок предыдущих? Да все мысли возникают на основе. Без основы ничего не существует. Все мысли. Поэтому вы берете опять хвост, а берете, берете все назад, только смотрите. А вперед не хотите посмотреть? Да, вперед, где еще не было. Где ничего-то нет. Идеальный образ? Ну да, идеальный образ будущего. То есть, если не просто идеальный образ, без пути к этому, надо с дорогой к этому образу. То есть, это мысль, которая отвечает на вопрос, что сделать, чтобы получить некий образ будущего. Правильно? И не образ получить, а действительность, будущую действительность, которой сейчас нет. Ну, созидательное действие, а действительность человека в чем состоит? В том, что он сначала задумывает, да, и потом реализовывает. То есть, идея – это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Напряженная мысль, смысл которой в том, чтобы себя реализовать в будущем. Вот что такое идея. Себя реализовать в будущем. Идей мало. Идеи – это трудно их вырабатывать. А мысли вот таких вот описывать, все описать, сколько угодно можно описывать, бесконечно. Вот, скажем, смысл мазиологии, в чем, с этой точки зрения, потому что она раздел, в общем, истории, и не случайно, исторически, чтобы на опыте, человеческом опыте, опираясь на человеческий опыт, выработать идеи на будущее. Но выработать с учетом минусов, которые были в истории, и которые мы уже знаем, чтобы не повторять, и плюсов, и достижений, чтобы ниже этих достижений уже не опускаться, а дальше пойти еще, развивать человечество, продвигать человечество вперед. То есть, без мазиологов нету пути, дороги вперед. Будут люди думать, что они вперед, а они на самом деле у вас это там, в третьем, в подвале это валяется, то, что они вот только что нашли, и то они выдают за новое. То есть, если человек знает, что было, так он знает, это новое, или, не на как узнать, новое или не новое, новизна это, или это старею. Тогда смысл означает в том, что было все время. Да, смысл есть все время. Человек должен все, все, что есть, брать, с путем к нему, и все, что будет, тоже за дорогой к нему. Если нет дороги, это мечтание. Вот социалисты-утописты, они думали о хорошей жизни для всех. И справедливости. И у них есть гениальные догадки. Их все признают. И Фурье, и Оуна, и Сен-Симона. Сен-Симон разрабатывал в деталях вообще будущую жизнь. И в 12 часов дня сидел дома и ждал, что придет спонсор, даст ему деньги на реализацию дела. Он не зомневался, что найдется такой человек, который вот ради этих, светлых идей, которые он разрабатывает, придет и даст деньги. А он гад не пришел. И так он зря сидел. Каждый день 12 часов. Кинули, можно сказать, Сен-Симона. спонсор. Сен-Симон. 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 В отношении oc predict om. Ближних и дальних и общества, и страны, и так далее. Правильно? Это нас ставит совершенно другое положение. Кто нас на это натолкнул? Идеалисты. Они идею вообще на первое место поставили, поэтому мы через нее хотели пройти и сказать, а, это идеалисты, а мы материалисты. Но вы эту материю собираетесь преобразовывать, нет? Так вам для того, чтобы ее преобразовать, сначала надо идею, как преобразовать. И тогда вот в этом смысле, вот скажем, построения социализма, С точки зрения идеализма, прямо представляется, сначала появляются люди в капиталистическом обществе, которые обсуждают, как сделать социалистическую революцию, как преобразовать, уничтожить частную собственность, общественную, разрабатывают теорию этой борьбы, создают партию, как инструмент для этого преобразования. Потом создаются советы народам, которые никто не знал, что будут советы, а их народ создал. Не Ленин же их выдумал. Кто выдумал советы и когда? Первый интернет. Да, ну что он. Какой первый интернет? Советы в городе Иваново создали ивановские ткачи в 2005 году. И вот Ленин, как философ, увидел в них, но не сразу. Он увидел сначала в них просто органы восстания, а потом он в них увидел органы государственного строительства. А в чем у них такая вот идея этих советов? Они же от коллективов не так вот, как сейчас по площадям и по улицам. Придут люди, проголосуют и выйдут, и все. И вы прекрасно понимаете, что результат, в общем-то, от вас не особенно зависит, и от меня. Причем я, например, вот вчера вывесили мой ролик на Красному ТВ о результатах выборов. Можете посмотреть и убедиться, что выбор будет именно такой результат. Это совершенно легко, так сказать, прогнозировать, что будет. Потому что, на самом деле, электорат давно разделен уже. Он еще год назад, он уже был выявлен полностью при выборах в Думу. И вы же понимаете, что тот, кто голосовал за Единую Россию, за КПРФ, голосовать не будет. А кто голосовал за КПРФ, не будет голосовать за Жириновского. А тот, кто голосовал за Явлинского, не будет голосовать. Ни за Единую Россию, ни за Справедливую, ни за Жириновского. То есть все уже тут. А есть люди, которые не ходят на выборы, они в основном и не пойдут. А есть Собчак, который, по прогнозам, сейчас имеет полтора процента. Она решает свою финансовую задачу. Она после этого, сейчас у нее было за 6 лет 400 миллионов получено. 400 миллионов. А она теперь будет получать после того, как она побывала кандидатом, гораздо больше. Поэтому ее, так сказать, вложение в эту выборную кампанию вполне окупится. Но много она процентов не получит. И вот по данным исследования общественного мнения, 88% респондентов сказали, что мы за Собчак не будем голосовать. Ни при каких обстоятельствах. А чем это условие? Я в выступлении ударил. И второй вопрос. Я просто хочу сказать, что тут все уже предопределено. Почему? Мы еще, это я не договорил. Главный принцип исторического материализма, мы говорил, я вот вам рассказывал, что бытие не определяет сознание человека. А вот общественное бытие определяет сознание общества. Если у нас общество такое сейчас? Вуржавное бытие. Экономика какая у нас? Вуржавное капиталистическое. Так вот, общественное бытие определяет общественное сознание. Какое у нас значит сознание? В большинстве оголов какая идеология? В большинстве оголов какая идеология? Пролетарская или буржавная? Ну так буржавная. Кто победит на выборах? Голосовать это будет в соответствии с идеологией. Но если я пойду на выборы, что в голове у меня за это проголосуют? Значит, какое-то меньшинство не проголосует за буржавных кандидатов. А большинство проголосует. Поэтому никаких тут сомнений нет. Победят представители буржавных пар здесь. И вот какие-то нюансы есть. Топой или сякой. И все. Поэтому никогда другой класс на выборах, противоположный класс, никогда к власти не приходил. Вот большевики, они на какое место заняли при выборах в учредительное собрание? Первое или второе? Выборы они проводили. Выборы проводили большевики. Потому что Временное правительство занималось одним. Погнать людей на войну. На войну. Оно свое дело, как буржуазная власть, не делало. Потому что они должны были отнять у помещих второе место. А власть они взяли советскую. То есть они не в учредительном собрании, а были созданы советы. Кто был председателем Первого совета? Что большевик какой-нибудь? Нет? Вот в Петрограде был создан совет. Как вы думаете, кто был председателем? Это же только стихийный процесс революции. Стихийный процесс. Вот появился Петроградский совет. Никто не знает, да? А что вы не знаете героев советов? Киренский был председателем Первого совета. Заседал в Таврическом дворце. В первых советах, которые были в 17-м году. Не в пятом, а в 17-м году. Какие преобладали партии? Большевики, серые, кадеты, меньшевики. Небольшевики. А? Небольшевики. А потом, в связи с тем, что Временное правительство и поддерживающие его партии стали... Будете воевать с Петроградским гарнизоном? Ну, представьте, вы сидите, вы в этом подборце. И защищает вас юнкера и женский батальон. А Петроградский гарнизон большевистский. Ну, кто выиграет? Ну, естественно, что выиграет гарнизон. Будет какая-то бескровная революция. Потому что, ну, говорят, человек пять погибло. Ну, вот вы видели, сколько народов погибло в буржуазной революции в России? Вот Марсовое поле – это же поле захоронения тех, кто погиб в феврале, когда буржуазия делала революцию. Там тысячи. А в октябре никто не погиб. Ну, пять человек. Ну, сейчас-то, наверное, у нас в день погибает больше, чем это было. Причем я вот знаю там могилу Лесотехнической академики. Вот кто-то там один из тех, кто погиб в октябре. А больше и Кланбища такого нет, и Бантеона такого нет. То, что из них нет. Абсолютно бескровная революция. А гражданская война кому нужна? Если я получил власть, я уже власть. Мне нужна гражданская война? Нет. А вы хотели у меня ее отнять. Ну, тогда вы и начинаете гражданская война. Это и понятно. А если вы получили власть? Так я хочу ее. А я раньше был властью. Я, конечно, просто так прямо и соглашусь, что вы теперь будете власть. Я, конечно, начну с вами выявлять. Поэтому вот такая картина. И это вот наши, так сказать, размышления с вами, которые мы делаем, ну, рассматривая вопрос о том, значит, как и о чем люди думали. Это вот показывает, что полезно вообще над такими мыслями глубокими поразмышлять с учетом и современных каких-то проблем. Но все-таки мы обращаемся к тем мыслям, которые в философской науке возникли. Эти мысли потом никуда не отчет. Проблема справедливости остается. Проблема идеализма и материализма, она остается. Проблема того, как и что реализовывать, вот противоречие между идеалом и действительностью тоже остается. Разные философы по-разному решали. Вот, например, Гегель потом высказал такую идею, до которой эти товарищи не дошли. Он говорил, что все разумно и действительно, а все действительно – разумно. А что значит все разумно и действительно? Если вот вы что-то придумали, вот хорошее, а раз вы это придумали, вы же не остановитесь теперь, отстаивая это, правда? И другие к вам будут присоединяться. Постепенно все больше и больше людей будут за это. Если это передовое, действительно, не какая-то вот блажь, она мне в голову пришла, а какая-то крупная идея, глубокая, выражающая интересы там очень широких слоев, и она будет, так сказать, постепенно набирать сторонников, она наберет. Дальше будет идея, владевая массами, становится материальной силой. Маркс написал. То есть уже у вас не идея, а уже столько народу этого требуют, и добиваются, и борются за это. И она победила. То есть то, что разумно, то действительно. Теперь то, что действительно, то разумно. То, что действительно можно понять. Не только представление, как вот вы все-таки мне с вами говорили, я бы вам предложил откорректировать свои взгляды. Не представление у вас, а знание у вас уже есть, и еще у вас есть действительное знание. То есть что это проверяемо, что это можно проверить, что это есть. А действительность – это вот то, что есть как бы вот у нас прямо в нашей жизни, налицо, оно даже бытие, но оно соответствует сущности. Не то, что где-то скрыто там, а оно вышло наружу уже. Это действительно. Действительность – значит, познаваемо, разумно. Но это у Гегеля. Но Гегель-то он не просто вот на пустом месте. Гегель вырос из вот этого всего движения философского, которое мы с вами изучаем. И все изучаем по-разному, потому что у нас для чего занятия так построены, что они не так, что я вот записал лекцию свою и под фанеру буду вот сейчас. Видели, как певцы некоторые поют? И я вот, думаете, мне трудно записать лекцию? Я записал, и сейчас буду рот раскрывать, как некоторые певцы, а вы будете сидеть и слушать? Почему? Потому что наше обучение в университете предполагает, что мы должны приспосабливаться или исходить не только из того, чему мы учим, а кого мы учим, какие у людей потребности и какие конкретно неясности, чтобы я спрашиваю. Чего вы меня спрашиваете? Я лекцию читаю, отстаньте от меня. Но вот мы не так с вами будем делать, что я буду уворачиваться от вопросов. Если есть вопросы, будем их разбирать. Если это расходится с тем, что надо продолжать изучать, я это не буду брать. Понятно, потому что иначе мы можем просто программу не выполнять. Но если это мы забегаем вперед, так это хорошо, что вы задумывались над будущим. И то, что мы еще сейчас не разберем, мы позднее разберем более обстоятельствами. И снова к этому вернемся, потому что обучение, повторение есть мать учения. Поэтому мы все равно к этому вернемся. И те же самые интересы, нам нужно будет к этому вернуться. И к действительности, и к развлечению существования и бытия. Вы есть или вы существуете? Такое вот я вам задам, и вы задумаетесь. Правильно? Вы есть или вы только существуете? Я есть. Вы есть. И все, что вы знаете про себя. Могу еще вопрос задать. Вы равны самому себе? Не равны. Товарищ не равен самому себе. Значит, сейчас мы с вами уже вопрос закончили. Сзади свои документы мне. Потому что раз вы не равны самому себе, то вы другой человек. Вот документы того человека мне отдайте, сами идите со новыми документами, в милицию. А я ваши документы сейчас Абдулле Хамидовичем передам. Говорю, у нас тут один товарищ, студент. Не равен самому себе. Так я у него документы забрал. Пусть он новый, который идет и получает новый. И так меняют паспорт по истечению времени. Мой уже не меняют. Мой уже только портят. Придет в банк, они там начинают потрошить его. Он уже в таком виде плохой. Но считается, что хватит с вас одного паспорта. А с вас не хватит. Поэтому вас будут менять. Но вы сами заявили, что вы не тот уже человек. Ну и все. Все слышали, что он не тот. С вами уже мы все. И вообще, вами никто и не дружит. С тем дружили, который был. Второй вопрос, который я вам задам. Вы равны самому себе? Да или нет? Отвечайте. Ну вот, нет. Ну, что это такое? Что это все не в коня корм? Неправильный ответ. И равны вы. Мы же это обсуждали. Равны. И вы и не равны, и равны. Я правильный. А вот и первый ответ правильный, что я не равен. И второй правильный, что я равен. Потому что вы же развиваетесь. Вы же студент. Студент вы все время, с одной стороны, вы студент, то есть равны самому себе. Один и тот же студент. Это одна. Один тезис. Тезис первый. Второй, то есть, если вы только равны самому себе, это и лекции ни к чему, и занятия ни к чему. Сколько я ему не говорил, ну, все, какой был, такой остался. Ничего, никакие знания не заходят ни в угол. Значит, вы только тогда студент, когда вы меняетесь все время, и вы гуляете. Поэтому вы и не равны самому себе. А вот как называется нечто, которое и равно самому себе, и не равно самому себе? Философский вопрос. Нечто, которое и равно, и не равно самому себе. Человек. Ну, человек тоже нечто. Ну, как оно называется? Это называется изменяющееся нечто. А вы как изменения понимали? Ну, если изменения, значит, изменения того же, что есть, да? Ну, так оно, значит, равно самому себе. Но это же изменения, значит, оно не такое, какое есть. Значит, и то, и другое. То есть, вы и равны, и не равны. Вот это изучает диалектика. А формальная логика – это игнорировать. Вот я знаю его, он его фамилия, все. И он такой вот есть, был и будет. И все на ухо и зря ему, потому что он не изменится. Сколько бы вы лекции не читали, сколько бы экзаменов бы не делали, сколько бы курсов он бы не учился, он какой был, пришел, на первых, такой и останется. Так? Вот, это формальная логика. А с точки зрения диалектического, он и остается самим собой, и в то же время он становится все время другим. Англичане говорят, I'm a student. Что это значит? Я обучаюсь все время. А student – это вот просто характеристика человека, который все время учится. Человек, который перестает учиться, это не профессор, не доцент, не преподаватель. Как вы, если человек перестает повышать, так сказать, свои знания и квалификацию, он уже, это не человек, не творческий человек, он остается равным самому себе, он как бы умер, как ученый. То есть студент, который не умер, не должен быть только равен самому себе. А если он только не равен самому себе, то это вот все разные все студенты, их много уже, целая толпа, и ничего их не связывает. Но это мы уже опять забежали вперед, потому что само рассмотрение истории, философии, оно, конечно, нас заставляет. Но мы смотрим-то с современных позиций, сказать, о чем мы это изучаем. Но вы так как музеологи знаете, что если мы храним какие-то ценности в музее, так мы храним не ради этих ценностей, а ради тех людей, которые, постигая эти ценности, они вооружаются для более успешной деятельности по реализации самых современных идей. Ну как вы будете агитировать? Зато вы пойдете в наш музей, вот это узнаете, а не пойдете, будете дураком. И за такие деньги, за дешевку, за все, и все истории человечества и богатства вам даем за какие-то там ерунду за этот билетик, что вы пойдете заплатить. Лучше, конечно, бесплатно бы, но сейчас как-то все платно. Вопрос есть ко мне? Будут, надо сказать. Ну все имеет свою меру, а мера у нас такая, полтора часа и перерыв. Теперь перерыв, до следующего занятия, через неделю. Спасибо. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok